Электросамокаты прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас почти у каждого ТЦ в парках и на аллеях стоят прокаты, а некоторые обзавелись и собственным аппаратом. Для одних это удобное и мобильное средство передвижения, для других – смертельная опасность на двух колесах. Регулировать и контролировать электросамокаты сложно, поэтому власти предложили ужесточить правила для их использования или вовсе их запретить. Париж с начала сентября решил полностью отказаться от электросамокатов. Местные жители практически единогласно выступили за запрет. Их утомили разбросанные на улицах самокаты и постоянные аварии. Мы решили выяснить, как саровчане относятся к этому способу передвижения. Российские власти идею об ограничении для самокатчиков или абсолютный запрет СИМов поддерживают. Решение предлагают принимать на региональных референдумах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 2019 года количество ДТП с электросамокатчиками увеличилось более чем в 40 раз. По мнению парламентария, если раньше случаи аварий СИМ были отдельными, то сейчас проблема приобрела массовый характер. Прежде всего, в ДТП страдают дети и пожилые люди. Да, я сама очень обрадовалась, когда увидела их в нашем городе. И активный такой пользователь. И вместе с тем, конечно, меня немного настораживает то, что когда ездит по несколько человек на одном самокате, когда быстро ездит. То есть, конечно, с этим что-то можно было бы сделать. И вместе с тем, не хватает хороших асфальтированных дорожек. Скатов хороших, удобно, чтобы не было бордюров и прочее. Перенос движения мобильного транспорта в Сарове на отдельные дорожки невозможен. Ведь инфраструктуры для этого нет. К счастью, с начала года у нас в городе официально зафиксированы лишь два ДТП с участием электросамокатов.